1050 новых лифтов и свыше 500 отремонтированных домов. Итоги исполнения программы капремонта за 2021 год обсудили сегодня в Общественной палате региона. Выполнение региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов находится на общественном контроле. Несмотря на пандемию, которая осложнила реализацию программы, многое удалось выполнить. Общий объем финансирования в 2021 году составил более 3 миллиардов рублей. Уровень собираемости взносов за капремонт в целом по региону достиг 94,5%. Это также способствовало эффективной реализации намеченных планов. В 2022 году программа капремонта охватит уже более тысячи многоквартирных домов. Региональный оператор планирует заменить 1248 лифтов в 367 домах. На прямой линии губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров отметил высокие темпы программы. До конца 2024 года в субъекте будут заменены все подъемники, выработавшие свой срок службы. За исключением отдельных случаев, общий показатель качества работ по капитальному ремонту многоквартирных домов стал заметно выше. Если раньше подрядные организации из 20 домов по 7 домам гарантийные случаи всплывали, то сейчас уже на 50 домов гарантийных случаев порядка 5. Качество улучшается, мы это видим и по обращениям граждан, они сокращаются. Меньшее количество обращений фиксируют и общественники во многом благодаря действию нового регламента, разработанного региональным парламентом совместно с общественной палатой. Документ принят в феврале 2020-го с целью сделать еще более эффективной реализацию программы. Регламент помог снять многие вопросы, но по-прежнему актуальна работа с собственниками, уверены общественники. Не может собственник этого имущества стоять в стороне, когда что-то делается на имущество, принадлежащему ему. Улучшить и вот это вот качество, потом вопросы не через год и не через два возникали. Когда уже закончили, когда уже подписаны все акты, начинают задавать тогда вопросы. Либо не участвовали, либо, мягко говоря, подписали, не видят что. Вот это тоже мы объясняем и говорим.